В Экипасузе некоторые дома все еще остаются неготовыми к подключению теплоснабжения. Всего в городе 664 жилых многоквартирных домов, 457, по словам жилой инспекции, уже получили тепло, что составляет 69% от общего количества. На сегодняшний день в полном объеме запуск тепловой энергии осуществлен следующими КСК. То есть в полном объеме на все дома такие КСК, как КСП Саял, ИП Бакишева, КСП Достык 29, КСП Энергетик сервис, ИП Железнева, ИП Шамхалова, КСП Комфорт сервис, КСП Комкор 74, КСП Егемин сервис и ИП Булатова. То есть на этих КСК запуск тепловой энергии осуществлен на все дома. Как отмечает Санат Боранбаевич, есть ряд домов, в которых подготовительные мероприятия проведены не в полном объеме, либо вовсе отсутствуют. В этом списке их 30. В том числе и по КСК это ИП ТАСС, КСП НУР-2, КСП Дархан сервис, ИП Садыкова, КСП Уюта. То есть на этих КСК имеется отставание, есть факты, то есть невыполнение мероприятий на определенных домах. И есть ряд самостоятельных домов, которые также невыполнены мероприятия. На эти дома запуск тепловой энергии тепловыми сетями будет подаваться в последнюю очередь. То есть после того, как они выполнят необходимое мероприятие, получат акт готовности. По словам представителя уполномоченного органа, проблема в том, что согласно правил пользования тепловой энергии, ежегодно потребитель выполняет приемо-сдаточные мероприятия. Это испытания теплового узла, внутренней системы, наладка, промывка и другие. После проведения всех мероприятий они получают акт готовности, после чего подается заявка на подключение тепла. На сегодняшний день, согласно графику, запуск производится, но при этом есть у нас факты отклонения, отставания от графика порядка 40 домов у нас отставания. То есть из них порядка 19 многоквартирных жилых домов по причинам тепловых сетей, то есть это дефекты при запуске выявляются на внутриквартальных тепловых сетях. И порядка 21 дом это по вине КСК жителей, то есть где-то КСК физически не успевают запустить, где-то проблемы на внутридомовых сетях системы отопления. Ну и также есть факты завоздушивания системы, то есть при запуске, запуск это как бы не так просто, да, открыл краны, а необходимо наладочные работы провести, регулировочные, то есть есть факты завоздушивания по стоякам, то есть согласно СНИПов предусматривается на верхних этажах краны Маевского, то есть хотел бы также жителей обратить внимание на тот факт, что необходимо стравливать воздух. Индивидуальный предприниматель Садыкова в Экибастузе обслуживает 14 многоквартирных домов, однако только этот дом по улице Садпаева 9 единственный, как отмечает она, является проблемным. Садпаева 9 уже с конца отопительного сезона мы проводим с ними беседу, собрание проводили шесть раз, проводили жители в подвал, показали им состояние. Несколько лет тому назад проводился капитальный ремонт, дело в том, что проводили сами его жители, неправильно произведен ремонт. Заводской элеватор по их предписаниям, грязевики, краны соответственно. А жители как? Жители сборы идут, но с перебоями. Отметим, по графику тепло было запущено до 5 октября в тех домах, которые сдали акт готовности своевременно. Те дома же, в которых мероприятия по подготовке еще идут, будут подключены к теплу после сдачи необходимой документации. Продолжение следует...